Привет, мои хорошие, с вами Селена, мы с малышом, с Дэнечкой, да, отправляемся в Мегу Вашан, нужно купить памперсы там, ну и вообще погуляем, убавь там надо купить ему уже такую с твердой пяточкой, сказали. В общем, беру вас с собой и погуляйте с нами. Впервые пацана взяла вот в такую штуку, блин, потому что хочу взять в Икее фигнюшку, куда сажаются дети, они как бы там сидят, и всё, и ты берёшь товар, потому что с коляской неудобно вот мне брать много товара, всё, что только в коляску поместится, я могу засунуть, и всё. Я видела, что... А ну-ка, руку давай. Я видела, что так делают многие родители. Короче, я хочу попробовать. Сейчас я вообще, у меня спереди, сзади рюкзак, спереди малыш, и сбоку... Короче, вообще, я такая смешная. Вот. Всё висит, видно надеюсь, в отражении какая-то смешная. Ой, поехали. Обожаю, когда народу в торговых центрах нет, вообще никого нет, тишина, спокойствие. И, кстати, в этой штуке очень удобно, чего я раньше ей не пользовалась. Единственное, что рюкзак тяжёлый сзади, а малыш впереди вообще очень удобно. Он нравится, смотрит, и я такая со свободными руками фигачу. Вся нагрузка идёт не на позвоночник, а на бёдра, потому что такая основная штука внизу у меня здесь, и она не сидит. Но всё равно я пойду возьму эту штуку, попробую. Вот иду, загляделась на витрину. Мне вот так нравятся вот такие вот вещи. Вот, если бы было куда мне носить, я бы вот сеть что-то такое приобрела. Это Love Republic. Что-то новенькое у них, видимо. Короче, вот такие вот тележки. Сейчас попробую его посадить, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, тут много не положишь вниз. Мало места. В общем, не подошла нам эта тема. Он оттуда что-то выскальзывает. Там есть ещё, оказывается, ремешок. Это вообще специально для детей сделано, я не знаю. Но тут ремешок не работает, в который мы пытались садить. Он слишком короткий. Я решила, в общем, его не сажать. Сейчас возьму обычную телегу, так его буду. Так буду таскать. У меня, кстати, сейчас идёт конкретный кач на ноги. Просто чувствую, и на поп. Просто я уже прошла с ними ногу. Чувствую, как мои ягодицы и ноги накачались. Для деток такие цены. Охренеть. Короче, вот за 2 тысячи мы тут присмотрели вот эти. Сейчас пойду ещё гляну, посмотрю. Вообще, такая милота. Вот эти у нас уже маленькие. У нас уже нога здоровая. Сейчас пойду ещё погляжу. Так, взяла обувь. 19 размер у нас. Была в магазинах, короче, во всех. Вот H. Larson. Вообще, там цены космические 6 тысяч, 4 тысячи. Зашла в Катафей. Взяла натуральные кожаные за 2 тысячи 80 рублей. А в детском мире, в детском мире 3 тысячи стоит. И здесь, ну, выбор поинтереснее. И такой, знаете, стильненький. Чё ещё? А, в Мазерка была. Тоже цена нормальная. Но там вообще выбора нету. 2 300, 2 400 стоит. Ну, там одного вида только. Ортопедические. Мы купили классные. Входим из Мазерка. Взяли здесь 2... Мазеркер. Да, я знаю. Просто мне Мазерка нравится больше говорить. Как-то я привыкла, я не знаю. Что мы взяли тут? Мы взяли 2 костюмчика. Взяли носочки, которые, возможно, не будут кошлатиться. Мне надоели все носки кошлатиться просто. С первой стирки. Нормально это? Я говорю, дайте мне что-нибудь, чтобы не кошлатиться. Мне уже не важно, сколько это будет стоить. Лишь бы они хватили надолго. И было красиво. Ну, в общем, далее я говорю, попробую. Если будут хорошие, то возьму побольше. Прикольные взяла. Так, чё, Вашан уже? Вашан. Ой, устала я. Сон, тяжёлый, блин. Ладно, так и быть, скажу. Иду, а здесь Ольга Горенюк. Авторские коллекции, платья. Право, посредине меги. Платьишки разные. Не знаю, зайти, не зайти. Ой, смотрите, как красиво. Вот. Люди занимаются. Классно. Из пенопласта. Цаточки. Ну-ка, посмотрим, чё есть тут. О, красиво. Красиво, красиво. Ой, прикольный какой. Он доцеплен, да? Да. Во. Как моя кепка. Чёрный есть, есть другого цвета. О, вот этот цвет вообще огонь, да? Бомба. Бомба. А? Да, эти тоже красивые. Ой, держите. Держите. Вот тоже красивый. Тренд, да? Розовый у нас. Уже какой год. А для меня это вечный тренд. Слушай, а вот этот... Это классный рюкзак вообще. Цены. 2 500. Ну, по-моему, нормальная цена. А это кожа сзади, нет? Кожа сзади? Да. Кожа сзади. 2 500. Иди сюда, ладно. Это всё Ольге, да, вот? Или нет? Это разные. А, разные. Это не Ольге, да. Это разные. Это просто... Это просто сумочки тут. Красивые. Ой, гляньте. Вот эта тема. Сумка. И вот. Класс. Блин, столько приколюков, классно. Я бы всё это хотела себе. Всё. Ну и одежда тут, видимо, вот Ольге. А вон для деток ещё что-то. Мы уже купили. Какое интересное платьишко я нашла. Смотрите, оно одного цвета. А вот так вот раз, и оно другого. Тема. Сколько стоит? Вам, конечно же, всем хочется знать. Стоит 8000 минус 50%, 4000 рублей. Коротенько. Симпатичное, мне нравится. И вот интересные платьишки. Серое, голубое. Ну ладно, всё, хватит рекламировать. Хватит рекламировать то, за что мне не платят. Пошла я в Ашану. Всё-таки посадила его. Сиди. Сиди, против. Короче, сидит, пристёгнутый. Не вываливается. Держись. В общем, пробуем, катаемся. В Ашан едем. Опять я забыла, что я снимаю влог. Вот, я заказала себе. Короче, такие штуки классные. И в итоге я Филадельфию не могу доесть. Всё забираю с собой. Да? Всё. Ну, а можно мне? Я сама сделаю всё. Да. Хочу взять с собой кофе и суши домой. Остальное доем. Сына, ты поел? Суши. О. Фух. Сели в машину. Ой, что-то я подустала. Так, конечно, с коляской лучше, лучше, да. Ну, как бы сидит в этой штуке, да. Но как-то в неё мало положишь, на самом деле. Она не очень удобная. Хорошо, что там есть крючки разные, в которые можно ставить что-то. Так, и что? Я, наверное, все покупки, которые сегодня купила, покажу в покупках других. Потому что там есть у меня вещи уже какие-то. В общем, покажу всё это в покупочках своих. Всё, Данечка, пойдём, да. Может, в экспресс заедем ещё по дорожке. И всё, я домой. Устала я, устала. Не знаю, буду фантазировать ещё, как лучше с малым передвигаться. Как передвигаетесь вы, мамочки, скажите мне. Что-то мы пришли домой, а малышня моя отказывается ходить в обуви. Ноги не передвигает. Без них спокойно. Прямо ко мне на ручки, на ручки поднимает ноги. Нет, не хочу. Сняла и всё, сидит спокойно. У всех так интересно. Может, уже надо искать что-то, как приучить ребёнка к обуви? Уже пора, сыночка. Обувь-то хорошая. По размеру всё хорошо. Надо будет думать что-то. Так, что сейчас делать? Что сейчас делать? Так, надо подготовить вам для съёмки там вещи. И снять видео. А ещё, кстати, по радио ехала и по радио слышала, что какой-то марафон. Но, скорее всего, это в Москве. Что-то я пропустила, где это. Девчонки будут бегать на каблуках. И, типа, кто первая на каблуках прибежит, там какие-то призы будут. Вы представляете, это зрелище. Девчонки, просто всей толпой одели каблуки и бегут. Я представляю, это будет просто нереально. Ну, это идея. Это крутая идея. Но это будет нереально смешно и трэшево. Я не представляю, красиво на каблуках бегать невозможно. Вы представляете? Такие каракатицы такие, вообще. Я бы очень хотела посмотреть на это. Я думаю, что в интернете много будет роликов об этом. Я обязательно посмотрю. Надо узнать, где это, в каком городе. Всё, мои хорошие. Собираюсь монтировать видео. Сегодня такой классный день. Не знаю, не всегда так удаётся. Но сегодня 2 часа я была в эфире в Инстаграм. И просто великолепно провела время со своими зрительницами. Кстати, мы говорили о фан-встречах. И когда будет фан-встреча, я буду о ней писать в Инстаграме. Поэтому ссылку ставлю здесь. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Именно там будет информация о встрече в Москве. В конце месяца я поеду в Москву. И буду там... В общем, буду там какое-то время. Я думаю, будет обязательно фан-встреча где-нибудь в парке. Меня спрашивали про платную или бесплатную фан-встречу. Она будет, естественно, бесплатная. Мы просто встретимся в парке. Познакомимся, кто сможет прийти. И в Ростове мы постараемся что-нибудь попробовать организовать оригинальное и интересное. Но тоже, естественно, бесплатное. Никаких взносов не будет. Тем более, первая фан-встреча. А имелось в виду, платная или бесплатная, как я поняла, это если идём куда-то сидеть, где нужно платить. Или в кино, где тоже нужна плата. Это уже потом будут какие-то отдельные встречи. При таких встречах, естественно, каждый сам за себя платит. А то я разорюсь, если буду за всех платить в кино. Но это потом уже, когда мы познакомимся с кем-то. Может быть, будем устраивать какие-то встречи потом почаще. Надо сначала попробовать первые встречи сделать. Я и так переживаю, прям, как они будут проходить. Поэтому первая будет в Москве встреча. Я надеюсь, что она получится. И что ещё? А, сегодня был такой офигенский прямой эфир. Мы узнавали возраст, кстати, кто меня смотрит. Я вам скажу, что большинство – это 28-30 и старше. Вот такой возраст, 25. От 23 больше всего до 35. Вот так. Хороший возраст. Мой возраст. Я себя чувствую на этот возраст. Поэтому я рада. Вот спрашивали просто, что мои ожидания ко мне придут такие более 13-16 лет, такие или более взрослые. Я говорю, я даже не знаю. И мы решили вот узнать, какой возраст. Ну, вот так вот было. Ладно, мои зайки, я пойду монтировать для вас видео. Я так хочу что-нибудь для вас уже новое снять, интересное. И пусть у меня будет на всё это возможность и силы. Вот. Всё. Я вас целую. Прощаюсь с вами. Люблю вас. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok